Ароматный, бодрящий, насыщенный. Конечно, речь о кофе. Этот напиток стал культовым для миллионов людей. Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день кофе. Эспрессо, капучино, лате, американо. Десятки вариантов. Какой же вид кофе предпочитают химчане и сколько чашек в день пьют, узнала наша съемочная группа. Не каждый день пью кофе, балую себя иногда. Вот захожу в кофейню, капучино взять, дома иногда в турке варю. Каждый день? А какой предпочитаете? Черный из кофемашины со сливками. Пью каждый день несколько чашек пива американо. Связано с тем, что много работаю и кофе меня расслабляет. Не очень часто и в основном только в заведениях. То есть дома, например, никогда не употребляю кофе, только если в кафе с друзьями прихожу. Какой больше всего напиток любите? Всегда беру одно и то же капучино. Идем в одну из кофеин города, чтобы пообщаться с баристой и приготовить чашку классического капучино. Каково это быть баристой? Сейчас узнаем. Вместе с Настей попробую приготовить порцию капучино. В рожке уже молотые зерна кофе. Мне осталось самое простое. Сварить порцию эспрессо. После вспениваем молоко. Здесь главное не перегреть жидкость, иначе сливки свернутся и плотной пены не будет. Последний штрих. Вливаем взбитое молоко в кофе. У профессионального бариста на капучино уходит 2-3 минуты. У меня время приготовления чуть больше заняло. Ну и теперь самое время попробовать. В день Настя готовит больше полусотни чашек кофе. Чаще всего заказывают капучино, американо и латте. А вот эспрессо у химчан не в почете. Эспрессо – это на любители, кто любит чистый вкус кофе. Но у нас в России как-то любят больше с молоком просто. Помягче, поспокойнее и поприятнее. Вот именно распиваясь десертом. Главные ценители эспрессо – итальянцы. Их день обязательно начинается с кофейного шота. Даже заказывают его в офис и на дом. А что говорят врачи? Споры о пользе и вреде кофе ведут постоянно. Он влияет на сосуды и сердце, но повышает настроение и улучшает работу пищеварительной системы. Так сколько же чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья? От 80 до 120 грамм кофеина, содержавшиеся в одной чашке, предполагает, что безопасными являются от 300 до 500 грамм в сутки для человека. Поэтому ограничение тремя-четырьмя чашечками кофе безопасно для употребления больных без проблем с сердечно-сосудистой патологией. И это без молока. Поэтому умеренное потребление кофе будет только на пользу. Не зря же во всем мире ежедневно выпивают больше 2 миллиардов чашек бодрящего напитка. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.